Сейчас мы гуляем. Уточки сейчас в шоппере. Я на качельках катаюсь. Тут мы уже одни с Ваньком были. Она немножко освечивает. Вот уточкам они пока не хотят влезать. Опять жарко. Вот тут витровки взяла. Ну вот, просто пока в толстовке сижу. Гуляю. Кстати, сегодня 8 мая. У меня будет один влог, в двух влогах. Ну, в общем, качаемся. Пока тут не сильно, но хочу сейчас посильнее раскачаться. Купила уточкам вкусняшки. О, Таня ушла. Так, Роза, ты прячешь сухарики, а я прячу сок и яблок, и Сникерс. Ага, поняла. Приступаем к операции «Утки-шпионы». Милка, я знаю, куда спрятать кириешки. В рюкзак. Нет, это ненадежное место. Беть, ты пойдешь в школу? А, Таня заметит. Ну, тогда я подумаю. Сникерс, я знаю, куда спрятать. Под стол. Так, все, надеюсь, нормально спрятала. Ой, куда же спрятать сок и кириешки? Хммм. А-а-а! Что-что? Утони, шоколадка. Так, Роза, продолжаем план «Б». Операция «Утки-шпионы». Я аккуратно иду под столом. После этого я начинаю брать шоколадку. Если зайдет Таня, то я спрячусь. И не говори, что мы что-то искали. Если она спросит про Сникерс, мы скажем, что мы его съели. Слушай, Милка, а зачем мы тогда прятали, если Таня знает, что это наше? Кстати, да. Она же говорила, что это нужно съесть сегодня. Потому что она купила специально для нас. Угу. И нужно съесть сегодня. Но мы спрячем и сидим потом. Потому что мы сейчас не хотим. Отличный план. Все, иду со шоколадкой. Вот шоколадка. Достаточно вкусная, наверное. Ой. Тихо. Сейчас Таня придет, наверное. Роза, помоги. Бегу. Так, я даже знаю, куда ее положить. Под кровать. Точно, Милка, ты гений. Ну вот, как будто ничего и нет. Куда мы встретим сухарики? Ммм, даже не знаю. Сок вот туда. Ммм. Вот. Вот сюда. Хмм. А сухарики? Вот сюда. Нет, там она заметит. Там она всегда проверяет. Эх, да. Куда же нам их спрятать? Роза. Да все нормально. Мы крепкие утки. Да. Куда же нам их спрятать? Давай спрячем в рюкзак. Точно, давай. Я тебе про это сто раз говорила, а ты не хотела. Ну, больше пока некуда, поэтому прячем в рюкзак. Я думаю, мы успеем их съесть до среды. Милка, вот рюкзак. Ну, прячь. Так. Закрываем. Все, я спрятала. Теперь положим на место. Все, мы такие молодцы. Мы спрятали вкусняшки. Да, согласна. Чем теперь займемся? Привет, уточки. Ой. Таня, ты уже пришла? Да. А что такое? Да так, ничего. Ну-ка, уточки, а зачем вы спрятали вкусняшки? Точнее, сок. Ой, ой. Зачем вы спрятали сок? Таня, прости нас. Мы просто хотели не сегодня съесть. Но не съели бы сегодня. В чем проблема? Так ты сказала, сказала... Ты сказала, что нам купила их сегодня. Но я же вам не говорила, кушать их сегодня что нельзя. Милка, она говорила? Нет. Ну ладно, уточки, что вы еще спрятали? Ну, синикерс. Так, его я уже вижу. Еще что спрятали? Кириешки? Ну да. А где они? В рюкзачке. Ну да, уточки, да. Ой, уточки. Все? Ой, уточки, с вами какая-то. Так, а где моя шоколадка? Уточки, вы и шоколадку забрали? Ну да. Ну и где она? Я догадываюсь, она вот тут. Ну или тут. Нет, вот тут. Потому что тут больше. Вы додумались спрятать столько? Без разрешения взяли шоколадку. Уточки, ну я бы вам все равно разрешила. Чего вы берете? У нас была операция утка-шпионов. Нам стало скучно. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что вы признались. Но все равно мы будем кушать не сегодня, наверное. Но кушайте, когда хотите. Сейчас я сняла видео с шортс. Собираю заказ на 19 тысяч рублей. К сожалению, я не смогла его собрать. Потому что ассортимент у меня не такой большой, не такой дорогой. Поэтому, прости, я не смогла собрать на 19 тысяч. Это слишком большая сумма. Ну а уточки решили скушать свой сникерс. А также я им включу мультики. Да. Милка, давай на твою кроватку. Да, я согласна. Давай на мою. Ой, прости, Роза. Да ничего. Вот, кушайте сникерс. И сок. Вот вам сок. Вау. Ладно, Тань, мы не будем мультик смотреть. Ну хорошо. Уточки уже покусали? Сейчас я хочу им дать шоколадку. Вот по кусочку. Да, мы очень хотим эту шоколадку. Ну, не сомневаюсь, конечно же. Зачем же у меня тогда ее крали? Ммм, полный рай. Как вкусно. Ммм, согласна. И обязательно забить соком. Да. Сегодня 9 мая. Уточки уже потихонечку просыпаются. Да. Ай. Ну а сейчас мы идем умываться. Я согласна. Опять вода не включается. Каня. Роза, что такое? Помоги нам включить воду. Вот вам водичка. А сейчас мы идем в комнату. Вот так мы нарядились. А я делаю георгиевскую ленточку. Георгиевскую, а не геоговскую. Ну ладно. Пойду покажу бабушке. Подожди, я с тобой. У меня георгиевская ленточка. Красота. Где мы спасите? Нет. И Владимир Путин приветствует президента Киргизии. Садыржа. На фиге? Угу. В объективе наших операторов, конечно, самые яркие, самые впечатляющие кадры, традиционные кадры, которые мы видим каждое 9 мая. Москва, стичь полета. За много-много лет назад чувствуем ту атмосферу, которая царила на улице в большой стране. Обелик Стандин Моркосовский говорил так. Это величайшее счастье для солдата. Сознание того, чтобы помог своему народу победить врага. Отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Ты что снимаешь? С Днем Победы. А я снимаю. Уже на трибунах, вы видите, их приветствую. Люди старые закалки, видите, все рукопожатия. Конечно, всегда очень ценно это время. Эти последние минуты перед парадом и для ветеранов, и для Владимира Путина, и для Владимира Путина. Конечно, хочется посмотреться на эти лица, сколько в них мудрости, опыта, стойкости. Общаться с ними, учиться в них. Это у Советского Союза. Только что на ваших экранах был. Победы! Может, сколько времени будет? Может. И что? Победы! Владимира Путина. От государственной флага на крыло! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне. 78 лет назад, весной 1945 года, под ударами Красной Армии пала столица фашистской Германии, город Берлин. В ходе боев за центр города военнослужащие 150-й и... Уточки маршируют. Анатолия Михайлова и Дмитрия Ирланды, Яновей Слажков и Алексей Басханный. Анатолий Михайловской Федерации Уточки маршируют Уточки уже идут второй круг Третий круг В этом году исполняется 80 лет битве на Курской дуге Одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны В ходе ожесточенных боев Красная Армия уничтожила 30 немецких дивизий И взорвала последнее круглое наступление немецко-фашистских войск на Советско-Терманском фронте Четыре! Техническая инициатива окончательно перешла к советским войскам Победа на Курской дуге показала всему миру пример стойкости, массового героизма и бесстрашия советских солдат В 1943 году в знак признания боевых заслуг и огромного вклада в дело победы над фашизмом Участие свыше 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов В том числе 330 специальной военной операции Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Солюков Направляются к парадному строю полка сухопутных войск Для приветствия слушателей военной академии сухопутных войск Курсантов военного университета Военной академии материально-технического обеспечения Михайловской военной артиллерийской академии И академии войсковой ПВО Здравствуйте, товарищи! Ура! Сухопутные войска играют важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны Во все времена военнослужащие сухопутных войск были верны долгу и присяге Их бестерерный героизм с самодерженностью от врага Принесли отечеству множество легендарных побед Навсегда вошедших в вратную летопись страны Вличный состав войск на деле продолжают славные традиционные предшественники Ну чё? Кто? Фаншизм тех, кто цинично и непрекрыто готовил новый поход на Россию Кто собрал для этого неонацистскую нищесть со своего мира И уничтожение нашей страны Перечеркнуть итоги Второй мировой войны Окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ура! Ура! А что, оно закончилось? Да, вроде бы. Итак, парад на Красной площади завершен каждый год. Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас я покрою посуду уточек. Роза, давай посмотрим, что там по урокам. Сделали мы все или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, понятно. Сначала будешь делать математику. Нам задали номер 26 и номер 27. Так, вот тебе тетрадочка. Делай уроки. А я потом проверю. Всё, Таня, я сделала математику. Так, ну что там, давай проверю. А чего ты так некрасиво пишешь? Ну, торопилась? Ну да. Но больше так не пишем. Так, сейчас проверяем. Справление. Так. Да, всё правильно, молодец. Всё, мы сделали все уроки? Да, Роза. Ура! Милка, что будем делать? Даже не знаю. Сейчас я буду довязываться комбинезончику. Роза будет его примерять периодически. Вот так у меня получилось. Розе очень понравился. Я знаю, тут дырочки, но так получилось. Причём они не будут в нём куда-то бегать, потому что он не сильно тёплый. И это куда-нибудь на прогулку сходить. Плюс ещё один комбинезон, гардероб удочек. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»! Ты懂, что у насerekOTT! Сейчас Роза будет купаться, сейчас она чуть поплавает и будет вылезать. А сейчас мы идем в комнату, сейчас Роза немножко высохнет и будем уже одеваться, перечесывать ее и так далее. Ну а Милка пока посмотрит мультики, наверное, с Розой тоже. Такие будешь мультики смотреть. Уточки решили, как обычно, посмотреть мультики, точнее Лунтика. Что-то вкусно, Роза, нужно немножко полежать, чтобы ты высохла, немножечко, теперь завтра в школу нужно быть красивой. Сейчас мне уточки сказали, что они захотели вести личный дневник. Я могу им дать вот такой блокнотик для личного дневника, Роза. Он в клеточку. Уточки будут оформлять его в коротких видео. Да. И вы обязательно должны поставить лайк. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписаться. И лучше еще прокомментировать. Да. Тогда мы будем чаще снимать видео. Хотя мы и так часто уже снимаем. Почти каждый день, да, Роза? Ну, в общем, уточки будут снимать оформление личного дневника своего в черт-видео. Вы их можете увидеть потом. Так, Милка, давай я, наверное, уже снимаю герогевскую ленточку, потому что уже достаточно долго ты ее носишь. Так. Сейчас снимем. Все, я сняла ленточку. Молодец. Милка, пошли скорее оформлять личный дневник. Да, согласна. Пошли. Так, уточки, давайте переберемся на ваших столиках. Уберем телефончики. Уберем лишние вещи. Уточки, мне немножко раздражает вот эта вот ваша уточка. Хе-хе-хе-хе. А, ну, как бы, да, уточки. Потом еще всего нужно рюкзачки собрать, одежду выбрать. так вам все приготовлю беру лишнее что вам не мешало ничего и будете оформлять будете сами снимать на мой телефон так вот это вам пригодится вам тут все пригодится сейчас еще вам дам карандашки цветные ручки вот ваш набор карандашков и цветные ручки также наверное вам понадобятся стикеры ну и сам личный дневник вот можете оформлять сейчас уточки будут переодеваться и ложится спать удочки уже легли спать да конечно тут бардак они не взяли одежду ну ладно пускай пока мелко точно дадут завтра один поэтому пускай лежит роза наверное вот это же в школу один поэтому она его оставила пускай пока лежат кстати вот такую страничку в личном мимике сформили уточки он жмите лайк ну так же я точнее ваня включил мультики и удочки его не смотрит гномик опять падают сидит но сейчас я буду ложится всем спасибо за просмотр пока пока поймай убирай уточки уже наверно заснули